Они показали, что в Лиге наций они уже совершенно точно не борются за что-то существенное. Зрителей, жителей, но на стадионе Рудуру, где играет футбольный клуб Генгам, и где сегодня... То есть, если вы видели фотографии стадиона, то вы бы имели представление, что он заполнен до отказа практически. И, напротив, возвращение в строй важных людей, которые не принимали участие в матчах, прошедших в сентябре. Что же может быть лучше? И вот что дальше? Что дальше? Видите, огромное полотночь, оно снимает более любопытное предложение нам. Сейчас вот Кубок Мира. Я полагаю, что вместе идут в помещении. И нет какой-то сверхконцентрации. Мы видим, что он здесь живой. Он сейчас проходит перед нами. В воротах. День Кэмпембе Варан повар в защите. Кокбан Зонзиап. 14-й Арнессон. Гудмансон 7-й. Сигур Йонсон номер 16-й. Группы капитана команд. Угуль Юрис. С французской стороны. И Гильфи Сигурдсон. Ацбутатин. Футболист Леонов. Ему летел мяч, а запас новую долгу страны. И Дидье Дешам с Эриком Хам. Наигрывают 4-2-3-1. Что Кельян Бапе располагается на позиции центрального нападающего. А на позиции строго. Он просто наслаждался пространством. Отменными передачами Неймара. И вытворял штрафную площадь Антони Лопша. Все что угодно. Выпад. Арнона Ингви Трау. Какую скорость. Феноменальную набирает здесь Сусман Дембеле. Успел остановить мяч. Подача. Флориан Товен. Уже настоящая нынешняя звезда Марселя. Сейчас продвигаются. Разящие удары. Этот первый. Альгар Фальмаран. В положении минигрима. Вадим из жиру. И Дешам может быть нестанно начать готовиться. Но здесь важно избежать недооценки ближайшего участия. Сначала Траустосон. А теперь и Финн Богасон. Отметить эмоционально. Голосом. Подчеркнуть. Как-то акцентировать. А что можно посмотреть, затаив дыхание. Вот сейчас как раз момент, когда публика в этом качестве выступает. Надо подавать. Станин Грисман. Для ударов. С левой, но на точку не вышел. А вот Погба может ударить. Дижон с этого сезона. И прыгнул сюда уже очень неплохо. А вот момент. Прыжок в дальний угол. После того, как Антуан Грисман... Это даже происходило своей остротой. Все, что было нарушение со стороны Бенджамена Повара. Он далк. Подача Гильфа Сигурсену. Здесь тоже Антон Грисман. Потому что это для него не чужой регион. Не чужая арена. Здесь очень легко переиграл Северсон. То Вена, но и Люкудини. Леонардо Жордима спастал. Насовская федерация футбола. Вот здесь что-то серьезное затеяли. Исландцы переиграли практически всех. Все грани различия стираются. Возможно, это произойдет сейчас. После того, как исландцы забьют. У них отличный шанс. Но при Нель Кемпе... Здесь молчит свисток. Можно продолжать игру исландцам. Они оказались просто крепче в этом единоборстве. И первый мяч забит. Действительно. Счет в этой игре. На Рудуру открывают гости. Биркер Бьернассон. Восьмой номер. Забивает первый гол в эпоху Эрика Хамрина. В руководстве сборной Исландии. А вот грустный. Келлен Бомпей. И посмотрите, вот человек, который там сжевательной резинкой тоже. Вариант УВ. Подает в штрафную площадь. Здесь нет. Еще одна подача с углового. Передачи пока нет. Пас. Тувену. Тувен с левой. Да, мяч. Рекрасно, что он улетит в трибуну. Потом он резко замедляется и падает прямо под ноги Усмана Дамбеле. Динь здорово открылся. Но вот здесь эта передача подсечена ничьей с Аргентиной. А потом проигрыши, проигрыши и проигрыши. Не видя ни стенка, но она широка. И она становится группой зрителей. Здорово здесь раздвигали. Лагался в правой зоне. А сегодня вот он левой центральной. И еще момент. Ильё Рис. Три. Существальный вратарь. Посмотрим еще раз. Вот этот удар уже должен был стать голом. Добивание. Оно, правда, не совсем получается. Станция хорошо готова. Посмотрю, как французы себя чувствуют в этой ситуации. Положение в ней играет. Роль Гризман. Подача. И французам нужно действовать. И просто быстрее, но и гораздо изобретательнее, чтобы... Паран. Под борем. Можно играть дальше. Нзонзи подхватил мяч. И пробивает центральный пол. Здорово. Франция. Здесь местная французская сборная. Франция проводит свой товарищский матч с командой Исландии. И пока впереди гость. Пока не дает настоящего качества. Ну и первая замена. Куром будет в составе другой команды, как мы видим. На поле должен появиться Альберт Гудмунсон. Это еще и замена вратаря. Да, это, скорее всего, уже действительно указание на то, что Эрик Крунулопеш-Мартинш. Смотрим эту атаку. Подача. Пытается сыграть. Полузащита. Справа Гудмунсон. Номер седьмой. В составе вышел Зума. Нзонзи играет. Здорово. Полузащитник пока еще Манчестер Юнайтед. Дембеле серия Финто. Ой-ой-ой. Болельщик. Перешел сейчас какую-то условную черту и забрался на другой фланг. А это Товен. Ух, какую. Хальдерсон. Может быть, не верил, что с такого угла можно попасть и забить. Можно. Догоняет его уже Сигурьонсон. Но это уже в штрафной площади происходит. Все тут уже трогать нельзя. И удар. И хорошо попадает. Хальдерсону приходится спасать ворота. Игра этого обороны безукоризна. Ростов пропустил четыре мяча. В пример лиге. Во многом был главным флажком. Атака исландская развивалась. И дошла в итоге до гола. Вот из-за него. И в последнюю очередь все. Конечно, все-таки с Вараном все в порядке. Но основной центральный возвращает на правый фланг Гудмансон. Он уже в штрафной площади. И зацепил мяч в ногу. Значит, он здоров. По всему доктора уверены в нем выпускают. Ака угловой в исполнении Гельфи Сигурдсона. Ух, какой угловой! И какой гол! Здесь даже Уголь Юрис, который был настоящей стеной у своей команды в первом тайме, не мог бы вытащить. Да! Мбаппе, Лемар! Все-таки еще тут остаются взаимодействия, отработанные на ежедневных тренировках. Потому что вот тренер определился, на кого можно опереться дальше, а кто-то... Еще удар! Ну, коллегу капитана Сигурдсона. Сначала Гельфи в полной свободе. Очередной угловой. Как это опасно, всегда бывает. Но вот уходит Поль Покбам, который все равно остается чемпионом мира. И вот Тангин Домбеле. Важный выход. Опять одна и та же команда. Отличный перехват. Передача фирменная, конечно, действия. Но тут не будет засчитан мяч. Он уже будет поднят в момент паса. Проявляет Кельян Баппе! И все-таки гол! Это автогол! Не сразу опомнился Кельян Баппе, что нужно подхватить мяч и скорее нестись с ним к центру поля. Но главное не запутаться в сетке. Мяч, скорее всего, будет записан на кого-то. Точно! Безукоризненно! В девятку! 2-2! Французы вернули себе эту игру! Кельян Баппе! Кельян Баппе! Кельян Баппе!